МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А сейчас об этих и других событиях подробнее. 16 августа в администрации города прошло плановое оперативное совещание главы и руководителей комитетов муниципальных предприятий. Вячеслав Седунков подвёл итоги прошедшей недели и определил первостепенные задачи на предстоящую. Он особенно отметил открытое первенство по бадминтону «Атомный валан-2016». Клуб бадминтонистов в Десногорске существует уже достаточно давно, имеет хорошие результаты, хорошие связи. И, конечно, проводя региональный турнир в Десногорске, заместителем губернатора было отмечено и постоянная работа в области спорта с стороны города Десногорска, и поддержка инициатив, в том числе общественных организаций в проведении и таких, в том числе, спортивных событий. Значит, на предстоящей неделе и дальше у нас продолжаются обходы городских дворов, которые я вместе с ответственными руководителями буду выполнять. Значит, с этой недели мы начнем эти обходы выполнять не только в качестве контрольных мероприятий, но и в качестве общения с жителями. Значит, ближайшее у нас запланировано уже на завтра. Встретимся мы во втором районе, в районе дворов 4, 10, 9. Замглавы Сергей Тощев напомнил, что в Десногорске продолжает работать социальный проект «Старшее поколение». Председатель комитета по городскому хозяйству Александр Новиков доложил, что подрядные дорожно-строительные организации на этой неделе приступают к ремонту городских дорог. В этом году будут отремонтированы дорога вдоль храма всех скорбящих радости – от Смоленского УТЦ до окружной дороги и участок до поворота на Кукуевку. Планируется начать с автодороги Н4 в районе нашего храма. В связи с этим хочу обратиться к жителям нашего города заранее с извинениями о причинённых неудокствах и прошу отнестись к пониманию. 11 воспитанников Дома детского творчества поедут на Соколью гору для участия в сборе творческой молодёжи. А 29 августа пройдёт ежегодная педагогическая конференция. В Смоленске в День молодёжи 12 августа волонтёры и энтузиасты движений региона собрались, чтобы поделиться опытом своей работы. Большую популярность у подростков в нашей области набирает волонтёрское движение. Молодые люди всё чаще тратят своё свободное время и силы на поездки в интернаты к детям и на уход за одинокими пожилыми людьми. Смоленские полицейские провели показательную зарядку в оздоровительном лагере смена. День физкультурника начался с показательной демонстрации приёмов самообороны. Далее полицейские спортсмены провели для ребят общеразвивающую разминку. Кроме этого, юные смоляне смогли сыграть в мини-футбол и посоревноваться в эстафете. Все участники праздника получили грамоты, медали и подарки. В воскресный вечер. 20 квартир в доме 15А третьего микрорайона остались без телевизионного сигнала. Кто виноват в аварии, вы узнаете из нашего следующего сюжета. А испортил выходной никто иной, как сосед с четвёртого этажа. У него накопилась задолженность по оплате за кабельное телевидение. Радиомеханики при очередном обходе отключили должника. Он, недолго думая, разрушил корпус канала, перерезал магистральный кабель и самовольно подключился. Только Горя Кулибин не думал, что таким образом он не только не подключится сам, но и оставит без телевидения целых три этажа соседей. «Видимо, решил, что пройдёт это безнаказанно. Ну и по неграмотности ещё, если бы знал, что три этажа смотреть не будут, может и не делал бы так. Человек должник. Судя по квартире, вот сороковая квартира, тут всё видно». Теперь разбираться с нарушителем будут в полиции. В Смоленскую область пытались ввести санкционированные яблоки и виноград из Республики Беларусь. Фуры с 39 тоннами польских яблок и 15 тоннами турецкого винограда задержали сотрудники Смоленской таможни. По этому факту возбуждены дела об административных правонарушениях. Как сообщает пресс-служба регионального пограничного управления ФСБ, за минувшие выходные привлекли к административной ответственности за незаконное пресечение российской границы 31 нелегала. В основном это граждане Молдовы, Украины и Латвии. В управлении ГИБДД подвели итоги профилактических мероприятий, проходивших в регионе в выходные. Как сообщает пресс-служба, задержаны были 32 водителя, находившихся в состоянии опьянения. Ещё шесть автомобилистов отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Всего за два дня сотрудники ГИБДД пресекли 1135 административных правонарушений. Жительница нашего региона лишилась денег, пытаясь снять дешёвое жильё в Сочи. Она нашла объявление в интернете и забронировала квартиру, перечислив деньги на счёт. Подтвердить бронь не удалось. Номер сразу заблокировали. Полиция разыскивает мошенника. Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД по Смоленской области постоянно проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление и пресечение фактов оборота запрещённых на территории Российской Федерации веществ. В ходе оперативно-розыскной деятельности полицейские получили информацию о том, что житель Смоленска хранит дома наркотические средства. Подробности далее. При обыске было обнаружено запрещённое вещество весом 27 килограмм 92 грамма. Эта масса превышает особо крупный размер более чем в 13 раз. Карфентанил является одним из новых наркотиков опиоидного ряда. Одного микрограмма этого вещества достаточно, чтобы человек получил наркотическое опьянение, а несколько микрограммов вызывают смертельное отравление. Житель Смоленска, 1981 года рождения, приобрёл запрещённое вещество бесконтактным способом у неустановленного лица. В дальнейшем подозреваемый намеревался сбыть данное наркотическое средство путём так называемых закладок, но благодаря грамотно спланированным оперативно-розыскным мероприятиям был задержан полицейскими. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических веществ». Санкции статьи предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Серьёзное ДТП произошло ночью 16 августа в районе Вязьма. Авария произошла на 225-м километре автодороги М1. Там столкнулись автофургон «Скания» и легковой автомобиль ВАЗ-2109. Пять человек, трое из них – дети, госпитализированы в Вяземскую центральную районную больницу с травмами различной степени тяжести. Подробности о ДТП выясняются. 16 августа в выставочном зале Историко-Краеведческого музея нашего города «Феникс» открылась экспозиция работ художника Батой Дугаржапова. Подробности в репортаже. Выставку под названием «Свежий ветер» к нам в город привезла галерея МастАрт в рамках проекта «Территория культуры страны Росатома». На экспозиции представлено более 50 работ этого гениального мастера. На данной выставке мы видим разные работы, в том числе выполненные на пленэре, выполненные в помещении, выполненные по какой-то фантазии художника. Но они объединены тем, что они содержат в себе вот эту вот идею мимолетности сегодняшнего дня, настроения, времени суток. Все они содержат в себе действительно такой свежий ветер. Батой Дугаржапов родом из Читинской области закончил Московский художественный институт имени Сурикова, монументальную мастерскую профессора Максимова. Он член Московского союза художников Международного художественного фонда, обладатель премии Гран-при при благотворительной организации «Ренессанс 21 века». Его работы покупаются и хорошо известны не только у нас в России, но и за рубежом. Картины для этой экспозиции подбирались так, чтобы в них посетители могли увидеть характер мастера, его душу, мысли. Каждая работа наполнена светом. Цветовая гамма удивительная. Десногорцы, которые посетили выставку, в восторге от увиденного. Здесь какой-то всплеск, когда я сбежала, красиво, много цвета и много чистоты. Какая-то нежность, воздух, цвет, все здесь, вот это даже не опишешь. Вот какой-то вот душа это почувствовала и за это большое спасибо, за это проникновенное какое-то ощущение прекрасного мира нашего. Выставка работ Бато Дугаржапова пробудет в городе до 23 сентября. Новости спорта. Коренная смолянка Наталья Ищенко взяла золото в синхронном плавании со Светланой Ромашиной на Олимпиаде и принесла в копилку российской сборной 12-ю золотую медаль. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disnateretv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова